Хотите верьте, хотите нет, но наконец-то старая кассета с записью поездки в Москву в уже далеком 2007 году начала шуршать и перематываться с одного боку на другой. Вы знаете, это была моя первая и пока что единственная поездка в Россию после эмиграции из другой страны, которую уже больше и на карте-то не найти. На пленке 24 апреля, и я все еще иду и иду по Москве, по шумным ее улицам, подземным и надземным переходам, станциям всемирно известного московского метрополитена и не знаю, какому месту прикрепить траурную георгиевскую ленту, которую мне только что выдали на выходе из метро. В руке я держу футляр с аистуайн. Это вот такой известный канадский сувенир. Это моему тезке Игорю Семеновичу Кону, с которым меня познакомил двумя годами ранее, его ученик, последователь и мой давний хороший друг. Дело в том, что в 2005 году Игорь Кон провел почти все лето в Торонто, после того, как в Монреале ему торжественно вручили награду – золотую медаль. Медалью он очень гордился. Вот тогда-то мы несколько раз и встречались. То в совместных поездках за город, куда нас возил еще один наш друг Алик, то в гостях у того самого нашего друга и последователя Игоря Кона, в доме которого он тогда останавливался. И вот прямо сейчас, в боевом настроении, вооруженной видеокамерой и георгиевской лентой, бутылкой десертного вина и, как всегда, уверенной в себе, я при этом как-то незаметно, бочком, протискиваюсь на кухню Игоря Семеновича, а заодно поедаю вместе с ним колбасу, которую он только что для нас нарубил толстыми щедрыми ломтиками. И хоть вас тогда не было с нами, побудьте хотя бы сейчас, пока длится эта короткая и, возможно, даже редкая запись. Ну вот так что вот это была разумная система, потому что человек мог устроиться в другой университет. В своем он не мог продлить свой срок. Но перейти в другой, значит, я знал, у меня были коллеги, которые были абсолютно работоспособны, и прекрасно работали и после. Но в другом университете. Тогда уже, значит, в другом университете не то, что всюду сидят твои ученики, вне зависимости от того, что ты можешь, там тебя берут, если ты нужен. А почему в том же самом университете не оставлять за вот такими людьми право, ну там, допустим, на 25% рабочего времени? То есть им дают просто подработать, чтобы они получали свою пенсию. У нас работать вообще некому, поэтому сейчас вот конфликты между Академией и правительством, но правительство вообще все хочет, чтобы был государственный этот, так сказать, режим. Тут еще при советской власти такого не было номинально. Ну, они сначала раздали все, а теперь хотят, чтобы все было государственное, что-то как-то странно. Ну, это тоталитарный тенденциям режима. Их вариантов нет. Нет, Ельцин не только ушел, но и вчера умер. Ну да, но, к сожалению, вот уже отмечаю, что самая его большая ошибка, это был приемник. Серьезно? Да. Так говорят? Как говорят. А вот... На Западе. На Западе так говорят? Конечно. Я не знаю. Мне кажется, что они как раз довольны Путиным, потому что Путин... Не будем разговаривать все политики. А, ладно, ладно. Астап Бендер говорил, что человек, который газеты не читал, он в детстве говорил, что он их убивал из рогатки. Сегодня газеты читать не нужно, я их тоже не считаю. Игоря Семеновича уже нет с нами. И в Россию с тех пор я больше не ездил. А тоталитарный режим лишь только усилился. Вроде давно это было, но кажется, что нет. А вы что думаете?